Я руковожу в Математическом институте Стеклова Российской академии наук отделом математических методов квантовых технологий. В институте Стеклова есть несколько отделов, которые занимаются такой проблематикой. Это помимо отдела Математических методов квантовых это отдел теории вероятностей и математической статистики, возглавляемый крупнейшим ученым, членом-корреспондентом Академии наук Александром Семеновичем Холева, и отдел математической физики, возглавляемый также крупнейшим ученым, членом-корреспондентом РАН Игорем Васильевичем Воловичем. Квантовые технологии, о чем здесь идет речь? Это технологии, в основе которых лежат квантовые эффекты. Квантовые эффекты, эффекты, свойственные системам микроскопических размеров. Это могут быть отдельные фотоны, электроны, атомы. В последнее время, например, даже для достаточно крупных молекул, таких как фуллерены C60, тоже удается обнаружить квантовые эффекты. Что же здесь необычного в микромире, в поведении этих систем? Действительно, есть такие явления, которые для нас контринтуитивны, то есть они существенно отличаются от того, к чему мы привыкли в нашем большом макромире. Например, макроскопический объект, то есть объект таких крупных размеров, мы с вами, автомобиль, какой-то там камень, любой предмет такой крупный, он находится в некотором определенном месте пространства. Например, я сижу сейчас вот на этом стуле и больше нигде. Я не нахожусь в данный момент в своем рабочем кабинете. А, например, электрон, это тоже некоторый физический объект. Он может находиться одновременно в двух точках пространства. В двух, может в трех, в четырех, в пяти и, в принципе, даже одновременно везде. То есть в некотором смысле у него больше свободы, чем у меня, как у такого большого макроскопического объекта. Опять же, скажем, макроскопический объект, автомобиль, может двигаться либо вперед, либо назад. Сложно, наверное, представить чтобы он двигался вперед и назад одновременно. Такого если можно как-то распилить пополам, половина одна поедет вперед, другая назад. Но в целом как объект он двигаться может либо вперед, либо назад. Например, электрон, нет, он может двигаться влево вперед и назад, одновременно. Причем, в каком-то смысле нельзя сказать, что часть электрона движется вперед, а часть назад. Именно, какой целый объект обладает такими удивительными свойствами. И не только вперед, назад а еще и одновременно вправо-влево вверх вниз в общем куда угодно в принципе вот то есть такой вот тоже очень для нас непривычное свойство но это реальные свойства от реальные свойства от микромира то есть это все можно измерить наблюдать вот третий пример это спин того же самого электрона спин это некоторые свойства как вот вращение есть волчка волчок вращается вот это детский вокруг своей оси вот или глобус например или колесо до автомобиля может вращаться либо в одном направлении либо в противоположном вот электрон тоже в некотором смысле как такой можно представить как шарик который вращается вокруг своей оси вот это свойство направления вращения называется собственно спинном вот но удивительно что он может вращаться одновременно в противоположных направлениях вот Но это несколько примеров я привел, но в целом для квантовых частиц свойственно такое. Они могут находиться одновременно в таких взаимоисключающих состояниях. Вот для нас взаимоисключающие состояния. Далее, какие есть такие необычные свойства квантовых частиц? Есть такой, например, туннельный эффект. Если есть, например, опять же, рассмотрим макромир, то есть большие объекты, ну вот ребенок, например, маленький ребенок не может перекинуть мяч через волейбольную сетку. Сил у него не достает. То есть сетка высокая, сил немного. Мы, взрослые люди, не сможем перебросить мяч через трехэтажный дом, например. Тоже сил у нас не хватит. То есть есть некоторые препятствия, есть энергия, которую мы можем сообщить мячу. И если этой энергии недостаточно, чтобы преодолеть препятствия, то, соответственно, объект не преодолеет препятствия. Мяч не перелетит. А в квантовом мире не так. Вот если у нас есть тот же самый электрон, у него какая-то энергия небольшая, и перед ним препятствие. Большое, высокое. Он действительно, как правило, ну скажем, в девяти случаях из десяти, если мы будем его бросать, условно говоря, на это препятствие, он не перелетит. Но в одном из десяти случаев, несмотря на то, что энергии недостаточно, он раз, и каким-то совершенно для нас непостижимым, мы не понимаем, это никто не понимает, способом, но он оказывается по другую сторону препятствия. Вот это называется туннельный эффект. Это тоже вполне реальный эффект, за который, там, за обнаружение которого дана была Нобелевская премия, на основе которого в 57-м году был изобретен туннельный диод, который, вот, так сказать, применяется, значит, микроэлектроники, за который тоже была дана Нобелевская премия. То есть это реальные, некоторые странные, для нас вообще совершенно непонятные явления, которые, тем не менее, применяются активно. Вот. Возможно, противоположная ситуация, когда энергии электрона больше, чем требуется для преодоления барьера, и он вроде бы должен преодолеть, а он, наоборот, отскакивает. То есть не преодолеет. И вот таких вот явлений в квантовом мире их очень много. Это реально наблюдаемые явления. Соответственно, если есть такие явления, почему бы их не использовать для технологий? Вот. Ну и вот квантовая, вот так вот и родилась вот эта вот область квантовых технологий. То есть попытка использовать все эти необычные, но реально существующие явления вот для каких-то полезных, так сказать, вещей. Примеры здесь основные. Это квантовые вычисления. Вот. Оказалось, что это можно сделать для ускорения вычислений. Причем такого радикального. Это как задача факторизации числа, разложения числа на простые сомножители. То, что используется в современных алгоритмах шифрования. То есть на современных компьютерах вот разложить число довольно большое на простые сомножители, это экспоненциально сложная задача. То есть требуется очень большое время, большое число компьютеров, училительной мощности. Вот. И сложность этой задачи, она и используется в алгоритмах современных, во многих алгоритмах шифрования. Квантовый компьютер может, условно говоря, там щелкать, как орешки. То есть очень быстро есть этот алгоритм, который позволил бы решать эту задачу быстро. Другое дело, что пока не создан сам квантовый компьютер. Вот здесь вот есть некоторые такие технические, конечно, сложности. Но алгоритмы есть. Это уже хорошо. Другой пример это алгоритм Гровера. Поиск неупорядоченной базы данных. То есть вот у нас есть какая-то картотека, но такая перемешанная. Да, там не по алфавиту расставлена, а вот так взяли и перемешали, как попало. Чтобы найти нужную карточку в этой картотеке, что нам нужно сделать? Да ничего нам. Нам лучше, чем просто взять все подряд и перебирать, если они все так случайным образом хаотически перемешаны. Мы ничего не сделаем. То есть нам надо брать их и просто перебирать подряд. То есть если в картотеке там, условно говоря, порядка миллиона элементов, то нам надо порядка миллион пополам, грубо говоря, 500 тысяч в среднем, чтобы перебрать. А квантовый компьютер, оказывается, позволяет ускорять, причем очень нетривиально, это не очевидно, такую операцию. То есть все равно есть такая перемешанная случайная картотека, а он позволяет делать, если миллион элементов, то за корень из миллион, то есть за тысячу операций, находить нужный элемент в этой полностью перемешанной картотеке. Это одно из направлений квантовых технологий. Проблема с этим направлением в том, что есть алгоритмы, хорошая теория, но пока отстает практическая реализация. То есть существуют очень небольшие прототипы квантовых компьютеров. IBM, если не ошибаюсь, примерно на 5 кубит, кубит это квантовый бит, которые позволяют разлагать на простые со множеств, например, 15, 5 умножить на 3. То есть очень такие игрушечные прототипы есть. Но до таких крупных пока еще не удается дотянуть. Второе направление квантовых технологий, где может применяться вот эти все квантовые эффекты, это квантовая криптография. Это уже более реалистичное направление. Существуют хорошие экспериментальные разработки, так и коммерческие прототипы. То есть уже идет продажа, если у вас есть 100-200 тысяч долларов, в принципе, вы можете купить. Скорость генерации ключа не очень большая, но купить вы можете. То есть действительно, то, что бы, например, другие компании продают. Значит, о чем здесь идет речь? Речь идет о шифровании информации. Ну и передаче зашифрованных сообщений. Самый надежный способ передачи сообщений – это так называемый использовать одноразовый блокнот. Это когда вы к вашему сообщению прибавляете такой же длины какой-то случайный набор чисел, известный вам, только вам и получателю. Соответственно, вы ваше сообщение прибавляете к нему, зашифровываете. Получатель знает, вычитает, получает исходное сообщение. А тот, кто в середине, он, так сказать, шпион, который послушивает, то он этого одноразового блокнота, этого ключа случайного не знает, и он ничего сделать не может. То есть здесь есть абсолютная стойкость. Проблема в том, как передавать вот эти одноразовые блокноты. То есть их каждый раз нужно выбрасывать, и для нового сообщения их нужно использовать заново. Вы не можете их повторно. Если вы используете его повторно, то уже стойкость падает, и в принципе можно часть сообщения уже извлечь. И как же его каждый раз передавать? С надежным курьером это все дорого и долго. А передавать его по открытой линии связи, как кто-то подслушает шпион, ну и будет узнать его просто, и все, и расшифрует ваше сообщение, как говорится, и пиши пропало. Ничего тут значит не сделаешь. А квантовая криптография позволяет делать так, что делать, в общем, есть алгоритмы, именно передачи по оптоволоконным линиям вот такого одноразового блокнота. То есть передается, и преимущество такое, что вот когда вы передаете этот блокнот получателю, отправитель передает получателю, если в середине вкрался какой-то шпион, который это дело подслушал, то и вы, и получатель, будете про это достоверно знать. То есть невозможно незаметно подслушать передачу квантовой информации. Вот это отличие от классической. Информацию, передаваемую по классическим линиям связи, можно подслушать незаметно в середине. А если она передается с помощью квантовых систем, например, одиночных фотонов, то ее невозможно в середине незаметно подслушать. То есть вот такое удивительное свойство квантовых систем. И оно действительно используется в квантовой криптографии. Здесь есть уже большой экспериментальный прогресс. И вот в том числе в Российской Федерации сейчас к этому приковано большое внимание, в том числе и к теоретическим работам. Мы занимаемся в Математическом институте Стеклова теорией. В частности, взломом, то есть построением атак на такие протоколы, взломом, действием в каком-то смысле со стороны нарушителя. Но все это открыто, чтобы именно посмотреть, действительно ли протоколы устойчивы. Есть экспериментальные работы, которые ведутся в других центрах. Что еще? Еще важная общая математическая пара для квантовых технологий, это нужно уметь управлять квантовыми системами. То есть не просто наблюдать, значит, что у них есть какие-то свойства, но и как-то, скажем, направлять, моделировать их динамику, руководить ими, управлять, осуществлять. С помощью внешних воздействий, например, лазерного импульса, в общем, заданное поведение. Моделировать их, некоторые заданные поведения. Этим занимается такая область теории управления квантовыми системами. Здесь физически задача выглядит так, что есть какая-то квантовая система, например, сложная молекула, в которой миллион уровней. И надо возбудить какой-то переход между какой-то парой уровней. Ну или, например, разорвать заданную химическую связь, не затронув остальные. Это можно сделать лазерным импульсом специальной формы. Но вот эту форму нужно подобрать. То есть произвольный лазерный импульс сделает либо не то, либо разорвет не ту связь, либо вообще не то, разрушит нашу молекулу. То есть задача подбора, скажем, оптимальной формы вот этого импульса, это и есть один из примеров задачи управления квантовыми системами. И причем здесь это действительно делается, это лазерная химия. Вот такие вот эксперименты ведутся. Во всех этих областях большую роль, и, пожалуй, ключевую роль, играют различные математические методы. Применяются методы как функционального анализа. Ну, скажем, задачи управления квантовыми системами включают анализ экстремумов некоторых сложных функционалов. Дальше. Ну, теория операторов, естественно. Гильбертово пространство. Теория дифференциальных уравнений. Ну, потому что уравнение Шрёдингера, да, которое описывает, собственно, поведение вот этого электрона, это некоторое уравнение в частных производных. Дифференциальное уравнение в частных производных. Ну, вот теория оптимального управления, естественно, включая принцип максимума Пантрягена, например. Другие методы теории оптимального управления, они активно применяются. Так. Статистика, да. Ну, теория вероятности. Более того, вот есть такое направление, как квантовая или некоммутативная теория вероятностей. Вот это некоторое обобщение, которое, собственно, и было, вот некоторые теории, которые были созданы для описания вероятностного поведения квантовых частиц. Теория информации. Дальше. Ну, есть специальные разделы, как, например, С со звездой алгебры, ну и так далее. То есть, и здесь интересно, что, с одной стороны, квантовая механика, она способствовала, в общем-то, возникновению, и квантовая теория в целом способствовала возникновению или развитию многих областей математики, включая, например, функции многих комплексных переменных. Просто, да, да. Ну, из квантовой теории поля. Да. И это, с одной стороны, то есть она способствовала развитию разных областей математики, а в то же время и активно в ней используется. Пожалуй, это одна из областей науки, где математика используется в наибольшей степени. На житейском уровне есть два аспекта. Во-первых, классический бит может находиться либо в состоянии 0, либо 1. Вот элементарное состояние, элементарное для классических вычислений. Единица либо 0, либо 1. То, что используется либо да, либо нет. Квантовая система, ну или, скажем, может волчок вращаться либо в одном направлении, либо в другом. Автомобиль двигается либо вперед, либо назад. Одна квантовая система, один электрон, может находиться одновременно в так называемой суперпозиции разных состояний. То есть одновременно в разных состояниях. Я подробности не вдаюсь, но в некотором смысле одновременно. Причем во всех состояниях. Это раз. А второе, когда у нас есть несколько таких квантовых систем, они могут находиться в некотором общем зацепленном состоянии. Ну, в некотором смысле они нельзя сказать, что перемешаны. Но вот некоторые состояния, которые объединяют их все. И которые не сводятся просто к произведению состояния отдельных квантовых систем. Это может быть с физической точки зрения. Ну, а с математической, ну, тут динамика квантовых систем описывается унитарными преобразованиями. Ну, и фактически произведение унитарных матриц сводится просто... Ну, фактически вычисление... То есть квантовый алгоритм — это есть некоторые последовательности унитарных матриц, унитарных операций. Ну, и просто она, естественно, через динамику квантовых систем вот это произведение находится. Какая же есть сложность, вот почему не удается создать масштабируемый квантовый компьютер? Сложность здесь, она очень простая, так сказать, в том, что... Не удается достаточно хорошо изолировать вот эти квантовые системы, которые используют для вычислений, от влияния всего остального, то есть от влияния окружения. И окружение, когда вот этих систем становится много, оно так влияет, так что разрушает вот эти замечательные свойства. И причем разрушает достаточно быстро, мы не успеваем сделать сколько-нибудь серьезное вычисление. То есть просто не удается изолировать от окружения. И поэтому вот все вот, если увидите там фотографии, там, дивеев какой-нибудь, да, вот огромный такой шкаф, там метра три, размером три, такие вот компьютеры, значит, которые сейчас делаются, то большая часть шкафа, это, так сказать, ну, грубо говоря, холодильник, попытка изолировать все это от влияния окружения. А сам-то там дальше кубиты-то они маленькие. Вот, то есть и как бы за это идет борьба. С одной стороны, да, здесь важный комментарий, с одной стороны, да, это попытки изолировать эти квантовые биты от влияния окружения. Ну, просто потому, что исходные алгоритмы, они предполагали вот некоторую идеальную ситуацию, и что вот у нас есть кубиты, унитарная динамика, да, и вот все. Когда есть окружение, то окружение портит унитарную динамику немножко. Вот, а второе направление, которое сейчас тоже, так сказать, разрабатывается, это попытки использовать уже окружение, раз уж не удается от него избавиться, то, может быть, использовать. Есть предложение, как реализовывать квантовые вычисления на так называемых смешанных состояниях, то есть когда вот в состояниях, которые возникают при наличии окружения, и с использованием не унитарных, а не унитарных операций. Вот это негативное свойство, что не удается изолировать, и, так сказать, квантовое вычисление, вот окружение, так сказать, разрушает состояние квантовых битов, его польза фактически есть в квантовой криптографии, который благодаря, собственно, чему и невозможно незаметно послушать состояние квантовой, который передается по квантовому каналу связи. Так что здесь, видите, где-то минус, где-то плюс. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!